Всем привет! На связи Борис Соколов с сайта visasam.ru И давайте в этом видео я вам расскажу о погоде в мае, о том, стоит ли ехать в Египет, отдыхать в мае И вообще о том, как здесь обстоит обстановка в это время года Ну смотрите, апрель и май считаются одним из самых лучших сезонов для отдыха в Египте Так же, как сентябрь и октябрь В мае уже стоит хорошая теплая погода, я бы даже сказал, жаркая погода Отличное время для отдыха это майские праздники Например, потому что еще не так жарко здесь, например, температура 32, 34, 35 Уже потом начинается более жаркая погода Например, может быть 37, 39, у нас в Хургале 37 было В Шарме 39 было В конце мая уже может быть ближе к 40, то есть 37, 36, 40 Вечером погода уже теплая, я ни разу не одевал, например, теплую кофту, штаны Вечером 25 градусов, 25-26 градусов, это минимум, которое здесь было Возможно, ночью опускается, я просто по ночам не гуляю Я всегда хожу в футболке Хотя еще в апреле, даже в начале апреля я одевал, бывало, не то что спортивный костюм, а куртку Так как здесь доля ветра Вот смотрите, какой еще важный момент В мае уже очень жарко, я как вам говорил, 30 с лишним градусов, солнце здесь очень жарко Вообще, египетские курорты, Хургады, Шармальшей, они находятся в пустыне То есть здесь очень резкие перепады температур, например, ночью и днем То есть днем может быть 35, ночью где-то 24 И причем днем очень жарко, а ночью достаточно прохладно и такой хорошая прохлада Ну вот, но тут еще нет, помимо резкого перепада температур, практически нет нигде тени То есть в городе практически нету деревьев, природы, потому что пустыня На пляже, конечно, вы найдете тень, то есть под лежаками, в кафе под навесами Но тени практически нет, поэтому будьте аккуратны, я вам очень советую Особенно в это время года пользуйтесь солнцезащитным кремом, особенно в первые дни Очень многие мои знакомые, особенно кто не часто ездит отдыхать Не часто ездит отдыхать в Египет Попадались на эту уловку, сразу приезжали из России, где нет солнца, бледа В первые два дня сгорали, потом мучились, мазались кремами, все мы сидели в тени Первые дни будьте, пожалуйста, аккуратнее, не находитесь днем на солнце Я вот даже сейчас не нахожусь на солнце, то есть я выхожу где-то на пляж Если иду на пляж, где-то часов 8 утра, ну в 7 если встану И нахожу здесь до 11, до полдвенадцатого Потом иду домой, где прохладно, и выхожу уже где-то полчетвертого Потому что днем реально очень жарко Вот у нас на пляже, например, мы играли в волейбол Вот реально, если не полить площадку, просто поливайте из шланга Потому что не можешь пройти по песку очень-очень-очень горячо Вот я сейчас пойду купаться в шлепках Потому что песок уже очень-очень горячий Будьте аккуратны также с детьми, мажьте их кремом Чтобы они днем не находились долго на море Потому что реально солнце в это время очень опасное То есть по погоде я вам в принципе рассказал Давайте вот, естественно, всех интересует какая температура воды Море становится уже теплым Одно из самых классных моря в мае как раз становится В апреле еще было достаточно прохладно Вот мне купаться я быстрее вырезал Сейчас уже можно плавать Температура воды где-то в начале месяца 24-25 В конце месяца уже может быть 26-27 градусов То есть классная температура для купания Хотя, например, в Египте считается купальный сезон апрель-май и сентябрь-октябрь Вот в сентябре-октябре море теплее Так как оно еще не остывает после лета А в мае оно еще не успеет сильно нагреться после зимы Хотя температура воздуха одинаковая Но мне даже так больше нравится Хотя бы море бодрит в мае немножко Вот важный момент На курортах-то в принципе и можно отдыхать Кстати, я вам рекомендую, например, Хургаду Потому что здесь попрохладнее, чем в Шарм-Аль-Шейхе на пару градусов Ну иногда дуют вот такие ветра, что очень классно в такую жаркую погоду Вот вы видите, сегодня как раз ветерок, чему я очень рад Но вот еще есть экскурсионный отдых Многие едут в Египте за экскурсионным отдыхом Я вот как раз вернулся из Люксора Вот там жара свыше 40 градусов Я там был 3 дня Опять, будьте аккуратны То есть я в принципе знаю, что делать в эту погоду Просто вставал в 6 утра Ездил по достопримечательностям Там до 11 до 12 Пил максимум воды Был не в такой вот футболке с коротким рукавом А хлопчатобумажная рубашка Штаны, чтобы все закрывалось, чтобы не сгореть Постоянно мазишь социозащитным кремом Кстати, вот я и здесь рекомендую носить такую одежду Сегодня просто в футболке с коротким рукавом Так как все в стирке После трех дней в Люксоре Забросил машинку с утра стираться И еще не высохло То есть будьте внимательны, будьте аккуратны В принципе, время для отдыха классное Но для экскурсионного отдыха очень-очень жарко То есть если вы едете на экскурсию Наверное, с детьми Не знаю, сами думаете, стоит ехать, например, в Люксоре Не стоит В Каире температура поменьше, чем в Люксоре Но там тоже пирамиды, гизы Они расположены в пустыне Около пирамидов вообще нету тени Так же, как, например, я ходил в Люксоре По долине царей Там храм Хасшипсу, где стоят храмы Они также стоят почти все в пустыне В горах тоже тени нет Поэтому, например, для экскурсионного отдыха Май не особо подходит А на экскурсионный отдых, например, многие люди едут именно зимой Когда цены очень-очень дешевые Потому что море холодное Купаться практически нельзя В Хургаде нельзя В Шарм-эль-Шейхе тоже быстренько залез, вылез Я такой отдых не люблю А вот экскурсионный отдых как раз самый классный Самый подходит А также, если вы едете, например, кататься на квадроциклах В пустыню Тоже будьте аккуратны Одевайте максимально одежду, которая защищает от солнца Так как там будет пустынь, вообще нигде не будет тени Что по билетам? Вот смотрите В начале мая, например, вот Если вы видите, за мной стоят пустые лежаки Вот сейчас В начале мая, в майские праздники этого не было То есть во второй половине мая людей здесь поменьше Так как закончились майские праздники Если у вас есть возможность, я бы вам рекомендовал второй половине мая ехать То, что вот на майские праздники лежаки все были забиты Ну вот такая погода в Египте в мае, в принципе, в начале июня Тоже Стоит ли ехать? Решайте сами То есть для меня это время лучше апрель Потому что погода еще не такая жаркая Но море, кстати, вот в апреле было холодно Вот в мае море теплее То есть в принципе, майские праздники по погоде классное время для отдыха Но будет много очень туристов И вот, например, все лежаки были заняты в майские праздники А сейчас многие из них пустые С вами был Борис Соколов Сайт visit.ru Если вам понравилось это видео, ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал И до встречи в следующих видео Где я расскажу максимум полезных советов Как о Египте, так и о других странах Прямо с места событий Так как я был в более чем 40 странах Постоянно путешествую Так что нажмите кнопочку подписаться Внизу видео Пока-пока